Всем привет, ребята! Сегодняшнее видео будет снято по вашим комментариям, потому что очень многие просили в комментах сделать именно это, выжать сок из чипсов. И вот я купил банку с чипсами Pringles, хотя сейчас они почему-то называются Pringles, наверное, в честь футбола, но это не важно, это все-таки остаются чипсы. Кстати, очень прикольные, я очень люблю... А, вот, написано нормально, Pringles. Я очень люблю именно эти чипсы, хотя они и очень дорогие. Кто еще любит такие чипсы, напишите в комментариях. Конечно же, никакого сока в чипсах нет, но есть растительное масло. Тут так и написано, подсолнечное и кукурузное. И, возможно, у нас получится выжать немного этого самого маслица. Я хорошенько вымыл соковыжималку после прошлого эксперимента. И теперь нужно подождать, чтобы она просохла, иначе из-за капель воды мы можем не заметить капли масла из чипсов. А пока мы ждем, я предлагаю скоротать время, поиграв в War Thunder. Кто не знал, War Thunder это самый крутой и реалистичный экшен, где ты можешь управлять самолетами, танками и огромными кораблями. Хочешь, сбивай истребители из зениток. Хочешь, взрывай танки бомбами с неба. Или уничтожай крейсеры торпедами на воде. А скоро появятся еще и современные вертолеты. В War Thunder нет полосок здоровья. Ты можешь обездвижить танк врага, подбив ему гусеницу. Или потопить эсминец выстрелом в боекомплект. Все как в реальной жизни. Можно раздавить избушку Абрамсом. Или неожиданно обойти врага, проломив бетонную стену. Графика топовая. Но при этом игра без проблем пойдет даже на слабом ноутбуке. War Thunder – быстрый матчмейкинг. И не нужно долго ждать начала боя, даже если ты играешь в команде с друзьями. И самое главное, War Thunder можно скачать бесплатно по ссылке в описании. И даже получить крутые бонусы для старта. Итак, наша соковыжималка готова к бою. Это я уже заигрался в War Thunder. У меня уже везде бой. Хотя, с другой стороны, это и есть бой. Это сражение соковыжималки с чипсами. Сражение за хотя бы капельку масла. Так, ну что же, давайте распакуем, откроем эти чипсики. Класс! Смотрите, какие они прикольные и аппетитные. Одна в одну, представляете? Как же это вот так вот удается им делать такие классные чипсы. Класс! Смотрите, какие они классные, тоненькие, хрустящие. Кто бы хотел сейчас такую чипсину заживать? А ну, признайтесь, все хотели бы. А я сейчас съем. Вкусняшка! С сыром. Так, отставить. Это же для эксперимента. Так, ну что, попробуем для эксперимента сначала закинуть одну чипсину и посмотреть, что же произойдет. Итак, включаем соковыжималку. Берем чипсину и закидываем. Захрустело! Что у нас дальше? Ничего! Из одной чипсыны ничего не произошло. Да. Кстати, смотрите, как интересно получается. Диаметр этого тубуса практически совпадает с диаметром вот этой вот трубки. То есть я могу сейчас просто перевернуть и прям все чипсы туда закинуть. Они вот так вот туда опустятся. Попробуем это сделать. Итак, 3-4. Вы видели? Смотрите, как они залезли сюда. Так. О! Какой столбик! Класс! Ну что, сейчас включим соковыжималку и будем постепенно заталкивать сюда внутрь чипсы. Погнали! Давай-давай-давай! Ого! Какой страшный треск! О май гад! Происходит что-то не то. По-моему, внутренняя часть не должна вращаться, а она почему-то вращается. Ну ладно, потом посмотрим, что там произошло. А тут у нас полное месиво. Чипсы перемалываются на порошок, как в кофемолке. Да, тут явно что-то не то. Ой, тут вообще один порошок. Как видим, не то что масло, а даже отходы не вылезают. Да это же не соковыжималка, а чипсомолка для перемалывания чипсов в порошочек. Блин, у меня такие смутные предположения, что мы сломали соковыжималку. Вот это да, представляете? Да. Давайте сейчас остановим и посмотрим. Да, ребята, я остановил соковыжималку, и теперь явно видно, что внутри что-то треснуло. Смотрите, какая-то пластиковая штуковина выперлась. Ее тут не было. Прикиньте, я сломал соковыжималку. Наконец-то, после стольких всяких экспериментов, представляете, именно на чипсах. Почему? Они же мягкие. Когда перекручивали еловые иголки, даже такого не произошло. Блин, что же это такое? Давайте, наверное, разберем соковыжималку и посмотрим, что там внутри сломалось. Итак, сначала снимаем вот эту верхнюю часть. Не понял, заклинило что ли? Нет, вроде не заклинило. О, смотрите, чипсы с горочкой. Такое, как будто, знаете, какое-то песочное печенье, песочное тесто. Давайте-ка попробуем. О, а ну-ка. Вкусненько. Так, давайте аккуратненько эту часть вымем. Блин, не вынимается. Давайте все вместе снимем. Оп, есть. Такс, куда бы это все высыпать? Давайте на тарелочку. Высыпайся. Оп, не могу вытянуть, заклинило. Да, ребята, вот, вот что сломалось. Вот эта пластиковая штуковина. Блин, да, ее так нормально здесь завернуло. Капец, вот это да. Не могу вытащить. Блин, чем-то стукнуть. О, тут просто все залипло. Смотрите, забито, как будто цементом. Да, соковыжималка проиграла бой с чипсами. О, расклинило. Да, смотрите, как налипло классно. Здесь даже, по-моему, начало выжиматься масло. Вот оно прямо мокренькое тут. Да, смотрите, оно все жирное. Ого, вот во что превратились наши чипсы. Ну, они не стали менее вкусными, можно их съесть. Что же делать, ребята? Все, я остался без соковыжималки. Что же делать? Покупать новую соковыжималку и продолжать эту рубрику? Или, ну, эту рубрику, уже столько всего мы с вами выжимали. Я просто уже не могу перечислить, сколько всего мы выжимали. Напишите в комментариях, что делать? Купить новую соковыжималку и продолжать рубрику или не надо? Мне интересно ваше мнение. Вот, ребята, смотрите, я помыл это сито. Чтобы было лучше видно, что же здесь произошло. Смотрите, как здесь его разворотило. Оно просто треснуло. Вот так вот сюда вылезло. А это здесь. Но при этом, вы знаете, что самое удивительное? Оно почти отломано. Но я не могу его отсюда сдвинуть ни на миллиметр. Этот пластик как будто какой-то каменный. Что это за пластик? Я даже не могу себе представить. Да и неудивительно, столько всего она выдержала. Все что угодно я здесь выжимал, я не знаю, кроме камней, наверное. И она до сих пор держалась. Здесь было просто маленькое отверстие, которое совпадало с вот этим отверстием. И сюда выходил всегда жмых, то есть отходы. Вот, а теперь получается все. Капец, соковыжималка сломалась. Вам жалко соковыжималку? Мне да. Вот теперь это реально бедная соковыжималка, бедная. Тебе нужно поставить памятник, поставить тебя в музей поля чудес. Ну что же, вот такой вот эксперимент сегодня у нас получился. Соковыжималка не смогла победить чипсы. Мне остается только есть чипсы ложкой и оплакивать бедную соковыжималку. В общем, если будет много комментов за продолжение рубрики с соковыжималкой, то я либо куплю новую, либо постараюсь отремонтировать эту соковыжималку. И буду продолжать выжимать сок из всего подряд. Желаю всем поменьше поломок и пока-пока. Кстати, я знаю, что многие из вас ждут видео про муравьев. И скоро оно будет. А пока я просто покажу вам своих муравьев. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok